Добрый день! Мы находимся в студии передачи «Дигитарк». Если до сих пор родители обвиняли своих детей в том, что они проводят слишком много времени за компьютерными играми, то теперь и молодежь решила высказаться. Молодые люди обвиняют своих родителей в том, что они не понимают положительного эффекта компьютерных игр. Об этом говорит свежее исследование Телия. И об этом исследовании нам расскажет Ирина. Ирина, что это было за исследование, кто в нем участвовал и какие результаты оно показало? Вот уже 4 года как Телия проводит в разных странах, там, где она действует, исследования, направленные на то, чтобы понять, что дети делают в интернете. И каждый год угол, который мы рассматриваем, чуть-чуть отличается. В этом году в центре внимания это онлайн-игры. Мы их специально не называем компьютерные игры, чтобы люди более старшего поколения лучше понимали, о чем речь. И уже здесь кроются какие-то корни ответа на твой вопрос, вот этой вот разницы между поколениями и отношениями к тому, что происходит. В нашем исследовании принимали участие 15-летние дети, такие уже молодые люди, с некоторым опытом игры или не игры. И они довольно разумно подходят к объяснению того, почему они играют или почему они не играют в онлайн-игры. Как отбирались участники этого исследования? Все очень просто, на самом деле нет разницы, кастинг никто не проходит. В Эстонии принимали участие ребята из сталинской реальной школы и из одной школы в Перну. В других странах точно так же эта школа готова сотрудничать и принимать участие в подобных исследованиях. Мальчики, девочки, все вместе. И какие были результаты этого исследования? Ну, результаты на самом деле в чем-то удивительные, в чем-то закономерные, ожидаемые. Ожидаемые – это то, что почти все играют. И это важный факт, который нельзя исключить из сознания, и родителям с этим фактом нужно что-то делать. Часть родителей предпочитают этот факт сразу отнести к негативным и сказать, «Нет, ты не будешь играть в компьютерные игры, я найду способ, как тебя ограничить». Есть другая, пока еще небольшая часть родителей, но мы надеемся, что они прислушаются к тому, что говорят дети в этом исследовании, которые, как минимум, интересуются. «А почему мой ребенок играет в эти онлайн-игры? А почему именно в эту игру? А что он в ней находит? А дает ли эта игра ему что-то? И как я могу повлиять на то, чтобы игра его не засосала?» Вот, собственно, об этом исследовании было. И результаты его показали, что ребята довольно хорошо осознают плюсы и минусы участия в онлайн-играх. Есть некоторое разделение по полу, мальчики и девочки. Мальчики больше играют в компьютерные игры, чем девочки. У молодых людей достаточно четкое обоснование того, с какими опасностями они могут столкнуться в компьютерных онлайн-играх. Вот мы будем отличать, потому что компьютерная игра, ты поставил диск, ты поиграл, ты вытащил диск. Онлайн — это как раз то место, где молодые люди могут столкнуться с обманами, с мошенничеством, с тем, что кто-то представляется каким-то другим человеком, с сексуальным домогательством, в конце концов, и они об этом знают. А насколько они хорошо осведомлены о тех негативных моментах, которые их могут поджидать в онлайн-игре? В достаточной степени осведомлены, и тут надо сказать, что эстонская молодежь уже второй год показывает высокую осведомленность именно в плане понимания опасности, с которыми она может там столкнуться. Если в прошлом году мы просто говорили об интернет-общении, и уже оттуда вышел этот факт, то в этом году он еще раз подтвердился, что да, дети знают. И вот тут еще один важный момент для родителей. Если родитель не интересуется и отрицает сам факт наличия онлайн-игры в жизни своего ребенка, то ребенок не осмеливается прийти к родителю, столкнувшись в онлайн-игре с каким-то таким неприятным, с буллингом, с сексуальным домогательством, с обманом. Если он подозревает, что что-то не так, он не пойдет к родителю, который изначально транслирует мысль, что онлайн-игра – это вредно, плохо и скучно. Поэтому, как минимум, лучше бы не создавать вот этого противостояния. Но мы много слышали о негативе, которое есть в компьютерных играх. А какие позитивные моменты отмечала молодежь? Позитивные моменты, да, отмечали и почти во всех, не почти во всех, а во всех странах сказали, что онлайн-игра способствует развитию командных навыков, способствует развитию коммуникативных навыков, такой социализации. И в странах Балтии это было отдельно выделено изучение английского языка. Дети говорят, что они лучше говорят по-английски, это правда. Ты упомянула один интересный факт, что мальчики играют больше. Как ты думаешь, почему мальчики проводят за экранами компьютеров гораздо больше времени, чем девочки? С чем это связано? Ну, тут на самом деле мы вступаем на зыбкую почву таких теорий и гипотез, потому что мы не исследовали отдельно по полу мальчики и девочки, почему так происходит. Но, тем не менее, из ответов, почему не играют, выходило, например, что боятся, что онлайн-игра затянет, и это скажется негативно на реальных отношениях. У меня есть такое внутреннее ощущение, что это вот от девочек больше идет, что они, потому что говорили, в ответах было так, что мой бойфренд не встречается со мной или отказывается от каких-то встреч, потому что он в это время играет в игру. Или моя подруга сказала, что ей не очень интересно сейчас общаться со мной, там общество у нее интереснее. То есть вот из этих ответов мы можем сделать вывод, что девочки очень тесно связывают зависимость от онлайн-игры с ухудшением реальных каких-то отношений. Мальчиков это, кстати, тоже касается, такие высказывания тоже были. Что меня удивило, так это очень разумный подход детей, которые считают, что родители должны их ограничивать. На самом деле они не ждут, что им все на свете позволит. И это опять уже второе исследование показывает наше, что подростки готовы к тому, что взрослые будут устанавливать рамки. То есть я хочу сказать, что мы ни в коем случае не пропагандируем, давайте вседозволенность, все будут играть в игры сколько хотят. На самом деле нет. Наша идея, которая вытекает из этого исследования и из результатов, такова, что нужно осознанно подходить к этому явлению, которое существует, от него не отмахнуться. Нужно задавать вопросы и нужно пытаться обустроить действительно вот эти рамки. Сколько ребенок играет, сказывается ли это количество времени, которое он проводит за компьютером, на его результатах в школе, на его здоровье, на его отношениях в семье, на его отношениях с друзьями. И вот это все нужно регулировать точно так же, как это происходит с увлечением футболом, чем угодно. Как ты думаешь, может быть родителям стоило бы поиграть в компьютерные игры, чтобы больше понимать своих детей? Может быть, почему нет, по крайней мере попробовать. Вот, кстати говоря, специалисты советуют попробовать. Кстати говоря, нужно обратить внимание на возрастную маркировку. Я забыла об этом сказать. Родителям, безусловно, стоит посмотреть, во что играют дети, хотя бы вот с этого аспекта. Соответствует ли возраст вашего ребенка тому, во что он играет. Вот эти циферки не просто так туда добавлены. Если вы подозреваете, что эта игра связана с жестокостью, вы когда сами попробуете в нее поиграть и сделаете для себя какие-то выводы, лучше не нападать на ребенка. Специалисты советуют уточнить, а почему эта игра тебя привлекает. Оттуда, вот из этих ответов, родитель может получить очень много полезной информации, какие реальные проблемы у ребенка есть в жизни. Почему, может быть, он сталкивается в школе или во дворе с тем же самым буллингом, и в этой игре он находит выход агрессии. Это, кстати, еще один из ответов на твой вопрос, почему мальчики играют больше. Потому что из ответов тоже следовало, что мальчики играют, потому что другая альтернатива очень часто у них – это выносить свою агрессию и накопившийся стресс на улицу и выражать его другим способом, который им не очень нравится. А если ребенок столкнулся с каким-нибудь видом буллинга или сексуального домогательства, то где можно прочитать дополнительную информацию или что делать в таком случае? Мы предлагаем зайти на сайт ТЭЛИ, страничка называется «Будьсмелым.ее». Вы сможете увидеть ее по ссылке. Там есть рекомендации для детей, для учителей и для родителей. И там же ребенок может связаться через чат со специалистами Центра оказания помощи детям. Специалисты помогут справиться с этими проблемами. Ирина, большое спасибо за столь интересный рассказ. Ну а мы встретимся в следующем выпуске передачи «Дигитарк». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова